Влад, ученик 10-го Б-класса, лицей номер 145 города Казани. Мои стихи 200-летию Бородинской битвы. В любой войне, во все века, есть битва, что стала переломной. Победа каждой из сторон нужна, и жизнь людей, что стала многотонной. 12-й год, Отечественная война, в ней переломны. Бородинское сражение 26 августа, по-новому, 7 сентября. Каждый за флаг, за будущее поколение. С одной стороны, россияне и Кутузов М.И., с другой, французы и их Наполеоны. Смысл этой битвы закрыть дороги до Москвы, ослабить вражеские французские ряды. Для этого Кутузов Смоленскую дорогу перекрыл. Французы по большей части там в атаку шли. Послали мы туда три четверти российских сил. Французы пытались биться, но удачи их не нашли. До этого сфатка была за шевардинский редут. Целый день воевали, а чей он не поймут. Но вечером Кутузов приказал нашим отойти. К основным силам было велено дойти. Само Бородинское сражение из нескольких состояло битву. У каждого свое верование, стремление. Но в бою не было слышно молитв. Бой за деревушку Бородино. Баранга против Барклайда Толи. За своих клинок на клинок. Победит та сторона, где больше воли. Битва за Белградионовой флеши, где двум дивизиям русским. Пятнадцать дивизий французов на плечи, где все оказалось до боли нам тусклым. После русские засели в Семеновском овраге. Третья битва между теми, кто воевал на флешах. Генерал Нансути, что с конницей, был знаком. Подтянулись кавалерии казаки. И было тем шах. Затем битва за батарею Раевского. Схватка на Смоленском тракте. Французы отступили резко. И мы отступили от бессилия при этом факте. Из-за отступления очень много споров. Чья последняя прозвучала нота. Можно спорить, но одно скажу я точно. После Франции упала. Россия стояла прочно. Французы отступили резко.